1836 год, ну, пожалуй, такое важнейшее событие, это первую железную дорогу открыли. Вообще-то самая первая была около километра и была на Челябинске, я имею в виду первая железная дорога в России. Ну, считается, что Царскосельская первая дорога общественного пользования, потому что вот та дорога Уральская, она возила большей частью там груз, то есть с рудника на завод и обратно. В 1840-м, после вот этой Царскосельской, открыли Варшава-Венскую, то есть из Вены бросили ветку до Варшавы, это считается вторая дорога. А первая дорога это Санкт-Петербург, царское село Павловск. Ещё в 1934 году, в общем-то, начали это всё. Я рассказывал, что 1933 год, первый паровоз Черепановых. С 1934 года он начал применяться вот на Нижне-Тагильских заводах, на Уральских, где была примерно километровая дорога, которую потом сделали 3,5 километра. Но вроде как он плохо в 1934 году работал, и в 1935 сделали новый паровоз Черепановых, который более-менее работал. Однако в целом вот эти вот Черепановские эксперименты показали, что всё-таки надо специалисты из Европы, наши не тянут. Поэтому в 1934 году пригласили австрийского инженера Франца Герцнера, который, собственно, строил уже первую железную дорогу в Австрии. В 1935 году Герцнер сразу предложил строить от Петербурга до Москвы. Однако в России было серьёзное сопротивление этому проекту, потому что консервативная страна, и там ноги были вообще против всех перемен, против заводов, железных дорог и так далее. Поэтому для пропаганды этой идеи в обществе Николай ему предложил сначала построить такую как бы игрушечную Петербург-Царское село, на которой покатать всяческую знать, чтобы они видели, что тут ничего страшного, ну и, в общем, даже всё это самое эффективно работает. Чтобы они сами посмотрели и перестали писать всякие эти доносы на Герцнера там и так далее, вообще на всю программу строительства железной дороги. Оформляли это через частную акционерную компанию, и причём почти все акции приобрёл граф Алексей Бобринский, который, собственно, и выступил основным спонсором этого проекта. Руководил строительством австрийский инженер Франц Герцнер. Однопутную он сначала построил, один путь железную дорогу, и практически всё покупали за границей. Если Черепановы всё строили из местных тагильских материалов, но у них плохо работало, то Герцнер вообще всё закупал за рубежом, включая рельсы даже, там, все крепления, подвижной состав, всё. Сначала её построили в Санкт-Петербург-Царское село, потом продлили до Павловска. Павловск – это всё равно дачный городок, в общем, ездила по ней всякая знать из Петербурга на дачи. Максимальная её трасса была 27 километров, но поезд проходил тогдашний где-нибудь так часа за два, насколько я понимаю. То есть, в общем-то, это была такая развлекательная поездка. Типа быстро сели и поехали, быстрее, чем кони. Через обводный канал построили мост, первый в России железнодорожный мост. И самая первая поездка состоялась вот именно в 1836 году, 27 сентября, но на конной тяге, потому что паровозы ещё не привезли. Черепановские сочли неудачными и не стали строить в России. Ну вот самое первое открытие считается 27 сентября 1936 года. Рельсы уже были. 3 октября 1936 года привезли паровоз из Англии. И 3 же ноября 1936 года впервые пустили этот паровоз по этой дороге. Но его сначала обкатывали, то есть людей не садили туда, просто были экспериментальные поездки. Вагонов тогда ещё в нашем понимании не было. Делали что-то вот типа дилижанцев таких, которые прикрепляли к паровозу. То есть они ещё... Не было концепции современного вагона, чуть позже появилось. Думали, что это в общем-то какие-то повозки, которые ведёт паровоз. Паровоз был как и теперешний, походил. Ну и Герцнер там добился, что где-то 400 верст в час они давали. Это порядка, по-моему, верста чуть больше километров, может быть 45 километров в час. Это очень быстро по тем временам. Окончательно торжественное открытие движения на участке Санкт-Петербург-Царское село 30 октября 1837 года. Машинистом этого первого поезда был сам Герцнер, сам, короче, создатель этой железной дороги. Присутствовал Николай I на открытии железной дороги. Ну и пассажиры были, естественно, из всякой знати. И вот в 2 часа 30 минут 30 октября 1837 года первый уже паровоз пошёл в Петербург-Царское село. Примерно через полчаса он приехал на Царское село, даже быстрее, чем я думал. Я думал, что пару часов. Короче, 35 минут. И обратная поездка 27 минут. С максимальной скоростью поезда 64 километра в час. Это крайне быстро. Ну и потом, значит, 3 дня гоняли там уже бесплатно, просто как экскурсию показывать, что вот паровозы как работают. Потом это всё, значит, перевели на платную основу. Сначала они ходили... Каждый день они ходили на конные тяги, и по воскресеньям только паровоз ходил. Но 4 апреля 1938 года перевели уже полностью на паровую тягу железную дорогу, и сделали в 1938 же году ветку до Павловска. Построили в Павловске уже нормальный вокзал по английским образцам. И, в общем, активно весь этот английский опыт использовали. 11 августа 1840 года произошла первая в России железнодорожная катастрофа. Пьяный машинист, англичанин Роберт Максвелл переехал разъезд, не дожидаясь встречного состава, потому что она одноколейная была, и столкнулся со встречным составом. Погибло 6 человек, а сам пьяный машинист уцелел, спрыгнул с поезда. Ну, в общем, потом она как такая игрушечная была, и, кстати, часто критиковали её, что это был просто аттракцион для царя и для знати. Однако же считается, что нет, потому что, во-первых, они подготовили там более-менее инженеров на этой дороге, то есть они там практику проходили. Они там проводили испытания подвижного состава, и разработки всякие вели. Допустим, они сравнивали паровозы разных зарубежных фирм, чтобы выбрать какие-то модели для производства уже в России паровозов. Ну и вообще, то есть закупали разные они локомотивы, разные вагоны, обкатывали на этой дороге и разбирали, что они потом будут уже покупать для большой дороги. Ну, про большую дорогу, самую первую, Петербург-Москва, я позже расскажу. В ноябре 1836 года состоялась битва при Константине. Продолжается завоевание Алжира французами. Но, как я уже говорил, они сами не думали, что они так быстро завоюют основные регионы. А также и не думали, что потом их будет трудно удержать. То есть они как-то максимум быстро захватили моментально практически основные порты. Потом они вообще не хотели из этих портов выходить в начале 30-х. Думали, что ограничатся оккупацией портов, чтобы не было пиратства алжирского. Однако оказалось, что это невозможно, потому что там практически вся страна поднялась. Они, во-первых, еще друг с другом арабы воевали. Ну, там выдвинулся лидер Абдалькадир. Уже где-то к середине 30-х они испробовали разные методы. Пытались договориться с Абдалькадиром, о чем я рассказывал, это провалилось. Ну и вот как раз в 1936 год это они перешли уже конкретно к программе полного завоевания Алжира и контроля за ним французы. Собственно, по их утверждениям они не хотели. Просто арабы продолжали их атаковать. Единственный выход был контролировать всю страну, чтобы там точно нигде никаких восстаний не было. Вести там везде полицейский режим, контроль и так далее. Вот первый такой поход был на город Константина, который контролировали арабы. Сосредоточили порядка 7,5 тысяч французских войск и примерно 1,5 тысячи арабов, которые за них воевали. То есть часть арабов перешла на сторону французов, ну из прибрежных городов. 10 ноября они выступили из города Банье, шли там по колено в грязи, в снегу, сражаясь с арабами. И потом сравнивали это с отступлением Наполеона из России, потому что тоже снег, тоже партизаны. 21 ноября они пришли к городу Константина, показали артиллерию арабам, сказали, что сейчас всех разобьют из артиллерии, думали, что те сдадутся. Арабы отказались сдаваться. Они немножко побомбили город, расстреляли там все, что у них было. Город нифига не сдался и французы отступили. То есть вот это вот все считается битва при Константине, хотя реально арабы продолжали в основном партизанскую деятельность. То есть вот когда французы уже начали отступать, их арабы атаковали уже в тыл. Ну и удалось им также спастись все равно, французам от полного разгрома и вывезти обратно в Банье. Порядка 500 человек убитыми. Ну вот где-то вот ноябрь месяц продолжалась вот эта вся экспедиция. Почему они поздно осенью пошли вообще непонятно. Потому что такие вещи обычно летом тогда делали. Но в целом вот она считается неудачной. Несмотря на это, вот вся эта экспедиция это начало первого систематического захвата Алжира и в этом значимости. В 1936 году Эдмунд Дэви совершил свое крупнейшее открытие. Ну это уже династия химиков. Он двоюродный брат химика Гэмфри Дэви. Они там все эти Дэви занимались химией. Он был членом Лондонского королевского общества. В данном случае академический ученый. Профессор химии в Ирландии был в Корке. Потом был профессор химии в Дублине. В общем он в Ирландии там в основном работал. При этом он занимался научными исследованиями. Тогда был как раз самый расцвет химии. Открывали новые элементы. Только что сформулировали саму концепцию элементов. Я уже рассказывал. Ну открытия Дэви какие? Он открыл губчатую платину в 1820 году. В 1824 он открыл антикоррозионную защиту. То есть вот подвергаются металлокоррозии. И Гэмфри Дэви первый доказал, что если с цинком там покрыть их, то оцинкованные не подвергаются коррозии. В частности вот железные части кораблей он защищал с помощью цинковых брусков. И это потом широко распространилось в Великобритании. Весь 19 век так и защищали от коррозии. Крупнейшее же его открытие это 1936 года ацетилен. Ацетилен он открыл в реакции карбидокалия с водой. Это значимо, потому что вот только-только они начали синтезировать первые органические вещества. И вот это один из первых удачных органических синтезов ацетилена. Ну, также он работал на практике по удобрениям. Эта тема тоже тогда очень бурно обсуждалась. Можно ли химии удобрять почву. И где-то к 20 веку оказалось, что можно это значительно увеличивать плодородие. Что провергло концепции мартуса, которые я недавно тут уже разбирал.